Всем привет, меня зовут Тушел и сегодня у меня на обзоре мышка Zowie EC2B CSGO. Изначально я не видел особого смысла делать обзор на мышку семейства ECB. Вроде все было и так понятно. Колесико теперь в черное, немного изменили кнопки, ну и сенсор 3360 вместо 3310. Но вы просили обзор и я решил вас послушать. И забегая вперед скажу, что был неправ. Обзор был нужен. Почему? Сейчас расскажу. Коробка по своему оформлению не сильно ушла от версии А. Все так же минимистично красиво. Для версии CSGO теперь правда цвет не черный, а какой-то темно-синий. Выглядит не дурно, но мне все же просто черный нравился как-то больше. Комплектация богатая. Помимо инструкции в комплект входит наклейка с логотипом Zowie и целых 4 набора запасных ножек. Про формулу EC2B я слышал многое. Кто-то утверждает, что она изменилась, кто-то вообще не видит разницы. Я отношусь к тем, кто не видит разницы. Хотя возможно где-то в районе начала правой кнопки спидка EC2B чуть более выпуклая. Но это такое мизерное изменение, что назвать форму другой нельзя. А возможно мне это просто кажется на фоне других видео. Форма EC2B, на мой взгляд, как и Ким Кардашьян, самое главное достоинство. Люди любили серию EC2B не за сверх качественную сборку или супер клики. Форма у этой мышки была и остается одной из самых удобных и универсальных на всем рынке игровых устройств. Достаточно компактный размер, плавные линии и изгибы позволяют пользоваться этой мышкой всем. Школота, суровые шпаловкладчики и даже девушки с миниатюрными ладонями дадут себе тут комфорт. Действительно удачная и универсальная форма. Особое внимание хочу остановить на качестве сборки. Слабым местом серии EC всегда была сборка. То там мышка люфтит, то там чё-то похрустит. EC2B же собрано отлично. Панели подогнаны в разы лучше и весь корпус не сдаёт хруст, даже если сильно сжимать. Покрытие версии CSGO сильно отличается от версии EC2A. В версии B появилось немного больше глянца, отчего в сухих руках мышка держится куда лучше. А вот во влажных лично у меня сложилось впечатление, что я держу какую-то непонятную субстанцию. Мышка для меня становится очень скользкой и совершенно неприятной на ощупь. Весь корпус покрывается каким-то тонким мысленистым слоем. Видимо профессиональные киберспортсмены настолько крутые, что у них руки совсем не потеют во время игры. Теперь давайте поговорим про подсветку. Хотя что говорить, тут подсветки больше нет. Серия EC со светящимся в цвет выбранного DPI клецом всегда на мой взгляд выглядела дёшево. Теперь всё просто и вписывается в общий стере и концепцию ZOVI. Ну а выбранный DPI теперь светится на дне. Коврик этому событию наверное теперь безумно рад. Основные кнопки по-прежнему не отделены от корпуса и в них остались едва заметные губления под пальцы. Панели стали немного тоньше и немного длиннее, отчего в первом случае клик стал более тактильным, а во втором те у кого пальцы свисали с кнопок на версии ЕЦА теперь не будут упираться в острый край корпуса на версии ЕЦА2B. При клике наверное сильнее всего заметны изменения в правой кнопке. У ЕЦА серии правый клик был всегда более ватным чем левый, зато теперь он такой же чёткий тактильный как и левый. Быстродействие кнопок тоже возросло, что конечно не может не радовать. В интернете много говорили, что боковые кнопки были доработаны и теперь они стали лучше, но как-то особо это не ощущается. Они изменились, да, но променяли тактильный лёгкий клик на какой-то смазанный и чуть менее люфтящий. Кнопки больше так сильно не проваливаются в корпус при клике, но стали ли эти кнопки в итоге хорошими? Безусловно нет. На передней кнопке миллиметра 2-3 свободного входа до того как свитч сработает. Это далеко не то качество, которое я ожидал от новой версии. В остальном кнопки как кнопки. Расположены для меня они не идеально. До задней кнопки приходится тянуться, а дифференцировать их между собой по-прежнему достаточно сложно. А вот колёсико изменилось исключительно в положительную сторону. Нет, тут по-прежнему всего 16 позиций, но колесо теперь возвращается гораздо свободнее, отчего тактильность только возросла. Щелчки очень чёткие и проскролить желаемое количество раз не проблема. По сравнению с EC2A колесо стало более утопленным в корпус, теперь оно не прозрачное и не подсвечивается. В общем и целом за колесо зови зачёт. Мне оно понравилось, и даже на доступе с таким вот колёсиком я готов посуществовать какое-то время. Кнопок сверху мышки со смены поколения не добавилось, зато снизу произошло размножение. Теперь там две кнопки. Одна, как и на симметричных мышках зови, меняет DPI и оснащена светодиодным индикатором. А вторая теперь меняет частоту опроса. Интересно только почему для частоты опроса выделили три диода, а для DPI один диод, который меняет цвет. Совсем неожиданно изменения коснулись и ножек мышки. Теперь вместо двух больших глайдов у нас четыре маленькие ножки и колечка вокруг сенсора. На мой взгляд такое решение позволит Зое использовать такие ножки во всех своих мышках в будущем. И не нужно будет делать три вида ножек для каждой серии. Как я говорил ранее, в комплекте есть четыре пары дополнительных ножек и ноль дополнительных колечек вокруг сенсора. Также непонятно, почему колечка одного цвета, а ножки другого. Видимо толерантность добралась и до мышек Зои, и теперь обязательно, чтобы были и белые и черные ножки, а то расизм все дела. Впрочем, все это не отвечает на вопрос, почему запасных колечек нет в комплекте. Ну ладно, давайте про глайд. Глайд стал в таком сочетании ножек быстрее, чем у версии А, и в целом мне понравилось, как скользит мышка. Хотя многим после прямого перехода с А на Б может поначалу не хватать контроля. Вес мышки практически не претерпел изменений, он находится в комфортном диапазоне. Баланс хороший, возможно чуть-чуть зад тяжелее переда. Но это в игре незаметно. Возможности регулировки веса в мышке не предусмотрено. Совсем неожиданно для меня изменился и кабель. Он стал буквально чуть-чуть более мягким и податливым. При игре он никак вообще не ощущается, поэтому за кабель ставим Зои жирный плюс. Молодцы. Основное изменение в поколениях коснулось сенсора. Причем сразу после выхода мышки выяснилось, что Зои завезли дополнительную функцию, об которой мало кто знал. Теперь мышки стали петь, ну вернее пищать. И тру фанаты Зои первыми могли это ощутить. Последующие партии мышек были лишены этого функционала, и я с радостью могу доложить, что моя версия CSGO не пищит. Помимо добавления писка, а затем исправления его, Зои наконец-то поменяли старый, добрый и многим любимый 3310 на более совершенные 3360. Почувствовал ли я разницу? Нет. Ну, вообще не почувствовал. Возможно я просто кран и ничего не понимаю, но в общем и целом я был доволен и 3310, и теперь остался доволен 3360. Безусловно, возросла максимальная скорость трекинга, и нет срывов при боковом свайпе. Отклонения при тесте на акселерацию либо отсутствуют, либо их можно считать погрешностью измерения. Высота отрыва минимальна. Я кстати попробовал комбинации, которые меняли высоту отрыва на мышке EC2A, но в EC2B не смог почувствовать какой-то разницы, поэтому регулировки либо нет, либо она была изготовлена в Сколково с применением нанотехнологий, недоступных для понятия простым смертным. Частота опроса меняется в привычном диапазоне от 125 до 1000 Гц. Правда, 250 Гц забанили за имбот, и поэтому эту частоту выбрать нельзя. DPI на мышке имеет такие же значения, как и в версии A. Это самые ходовые 400 и 800, а также чуть менее популярные, но вполне стандартные 1600 и 3200. Реальные значения DPI стабильны, но немного не совпадают со своими заявленными величинами. У мышки EC2B ожидаемо нет софта для настройки, и вся настройка производится кнопками на дне мышки, и для этого теперь не обязательно переключать мышку к компьютеру. Ну что в итоге? А в итоге EC2B сильно изменилась по сравнению с версией A. И помимо очевидного изменения в названии, доработки коснулись очень многих областей. Начиная от очевидной замены сенсора и изменения формы ножек, заканчивая куда менее очевидными доработками основных кнопок и колеса прокрутки. Стала ли версия B лучше A? На мой взгляд, да, но с оговорками. Во-первых, она стоит дороже. Во-вторых, у нее менее контрольный глайд. И в-третьих, покрытие изменилось. На мой субъективный взгляд, не в лучшую сторону. Ну и плюсов не меньше. Сборка, безусловно, стала лучше. Клики лучше. Колесо прокрутки лучше. Ну и теперь появилась версия со значком CSGO на спинке, отчего скилл в CSGO сразу вырастает на пару десятков пунктов. Вы спросите, почему я в видео играю не в CS, хотя в руках у меня самая популярная мышка в CS сцене, причем именно в специздании CSGO. Ответ очень простой. От моей божественной игры в CSGO сначала будут массовый приступ фейспалма, а потом мониторы не выдержат наплыва этой сногсшибательной игры и расплавятся. Поэтому не позорясь перед вами и сохраняя какое-то подобие лица, я вот играю мышкой для CS в Call of Duty. И знаете, в принципе, ничего так идет. Поэтому, если вы играете в другие игры, помимо CS, я могу вам точно заверить, что эта мышка будет и с ними совместима и не сломается, если вы попробуете с ней поиграть в какой-нибудь Hearthstone или PUBG. Или во что там сейчас могут играть. Ну а более серьезное резюме такое. Если вам нужна форма ЕЦ, но есть сомнения, какую версию брать, А или Б, то берите Б. Если же вы сидите на версии А и думаете проапгрейдить до Б, то не стоит. Подождите, разницу вы все равно особо не почувствуете. С этим видео мы продолжаем розыгрыши. И в этот раз разыгрываем еще один коврик, аналогичный тому, что у меня сейчас лежит на столе. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно вступить в группу ВКонтакте. Ссылка на нее в описании к этому ролику. Найти на страничке это видео и сделать репост и лайк видео. Победителя я выберу рандомно, спустя 2 недели после даты выхода этого видео. Итак, если обзор вам понравился, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. С вами был я, Тушел. Всем пока и до новых встреч.